Добрый вечер и как всегда в конце недели подводим итоги и говорим о нашем городском хозяйстве. На этой неделе мы отметили достаточно серьезную дату, день рождения нашего АТКП «Горсвет». Ему исполнилось 70 лет, это серьезный юбилей. И мы говорим о действительно передовом АТКП в этой отрасли. Поэтому сегодня хотелось бы уделить больше внимания нашему наружному освещению, а также системе электроснабжения в городе. Что касается наружного освещения. Мы уже говорили о том, что в Суворовском районе выполнены достаточно масштабные работы и мы заменили практически все светильники наружного освещения. А если говорить в цифрах, то это больше 90%. Безусловно, в Суворовском районе будут выполнены эти работы до конца. Но и помимо этого мы в этом году ведем очень серьезную, большую масштабную работу в историческом центре города. И до конца года в центре города мы поменяем полностью все светильники на более современные, на светодиодные, которые впоследствии можно будет интегрировать в систему «Умный город». А там, где эти светильники были на растяжках, как на улице Екатерининской, будут установлены новые опоры, которых там никогда не было. И новые светильники будут установлены на новых опорах, что действительно даст возможность этот свет сделать более направленным и качественным. От темы наружного освещения мы переходим к нашему Облэнерго. Облэнерго сейчас работает над подключением новой подстанции. Это действительно новая современная подстанция, аналогов которой нет еще в Одессе. И эта подстанция, подстанция Чубаевка, это поможет городу решить очень большие вопросы по электроснабжению в Киевском районе. Это действительно очень важно, особенно учитывая то, что мы заходим сейчас в осенне-зимний период. Но с введением этих работ будут вызваны неудобства, которые испытывают автомобилисты. Так как часть этой работ будет вестись по таким достаточно оживленным магистральным улицам, как улица Водопроводная или Сдорская дорога. Мы выставили очень серьезные техусловия по организации дорожного движения, подрядной организации и компании Облэнерго. Был разработан очень подробный и детальный тайминг этой работы. Схема дорожного движения оптимальная из-за того, что можно было сделать. На местах максимального сужения дороги будут поставлены реверсные светофоры, которые дадут возможность выпускать и запускать потоки в спальный район в час пик. А также основная нагрузка, основные работы рассчитаны на выходные дни, когда потоки автомобилей в городе существенно ниже, чем в будние рабочие дни. Мы со своей стороны будем очень детально и тщательно контролировать и осуществлять контроль за теми работами, которые будут вестись Облэнерго, чтобы они были все выполнены вовремя и чтобы были раскопки, закрыты это качественно. На этом, наверное, на сегодня все. Видимся через неделю и, как всегда, обсуждаем самое главное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо.